Здоровки, Амиго! Рад приветствовать тебя на канале Амигон, и сегодня у нас реакция на дирижер Ада, Мик Гордон. Погнали посмотрим. Говорили о дизайне звуков и саундтреках в играх и кино. И, конечно, было бы настоящим преступлением не отметить работу композитора Мика Гордона для Doom. В этом выпуске история одного человека... А, это вот кто? Вот он создатель. Вот он создатель. Я ограничусь краткой биографической справкой и подробно разберу работу композитора над его адским шедевром. Из этого видео вы узнаете, как добиться особенного звучания, при этом уважая традиции, и как создать саундтрек. Крепый спойней. Но я была и в Аду. И там есть музыка. Молодежь наша, юноши и девушки. Когда я сегодня иду по улицам, и я слышу хард-рок, и все производные рока, мне хочется плакать. Мне хочется стучать к вам. Зачем вы славите дьявола? Это его музыка. Это она звучит в аду. Это под эту музыку истязают грешники. Это было сурово. Мик Гордон родился в маленьком австралийском городке Маккай. С самого детства любил музыку и по воспоминаниям отца, подросткам частенько засыпал с гитарой в руках. В 13 лет Мик уже выступал перед публикой. Был участник... Хотя была у меня такая ситуация, когда я работал на кухне, и я включил очень тяжелый гроулинг. То есть метал прям жесткий, плотный, там, знаешь, там гроулили весь трек. И мне Сушев сказал, ты что, демона призываешь, что ли, этой музыкой? Можно, пожалуйста, что-то более попроще включить? И я такой, ну ладно, ну хорошо. Комшкольных и студенческих рок-групп в 21 год нашел свое призвание – написание музыки и саунд-дизайн. Он устроился на работу в Pandemic Studios и работал над второй частью Destroyer Humans. Позже он отстроил звукозаписывающую студию у себя дома и стал рассылать свои демо-игровым студиям по всему миру. Уже через несколько лет он заключал контракты с крупными студиями и издателями. Он поработал над Killer Instinct, над несколькими частями Need for Speed, потрясный саундтрек в недавнем Prey, также его работа. Он и по сей день трудится из дома, собирает, использует и складирует самое разное и специфическое оборудование для записи звука. И как он сам говорит, лучшее в моей работе – это то, что она находится в 10 метрах от кровати. И худшее в моей работе – то, что она находится в 10 метрах от кровати. Когда Мик Гордон присоединился к работе над саундтреком Doom, перед ним поставили 4 условия. Первое. Музыка должна идеально подходить к игре. Второе. Музыка должна понравиться фанатам предыдущих частей Doom. Третье. Нужно придумать музыку, которую никто никогда не слышал. И четвертое. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, не используй для записи гитары. Совокупность этих требований звучит как что-то невыполнимое. И как говорил сам Мик Гордон, фанаты Doom не такие, как фанаты Disney. Если фанатам Doom не понравилось то, что ты сделал, они сожгут твой дом. И с этими мыслями, понимая, что поставлено на карту, давайте же окунемся в то, каким образом Мик Гордон писал саундтрек для Doom и справлялся со всеми поставленными перед ним задачами. С одной стороны, это быстрый и мясной шутер. И ему нужна драйвовая, быстрая, тяжелая музычка. С другой стороны, это и так на поверхности. По дефолту. В этом условии подразумевалось что-то другое. Музыка должна отражать местность, среду, противников и быть иллюстрацией к действию игрока. Поэтому Мик Гордон обратился к концептам мира и окружения игры. Его вдохновили изображения некоторых сломанных монолитных структур. Мы видим, что некоторая энергия держит их вместе и не дает развалиться. Мик подумал, а как бы эта энергия звучала? Как это можно использовать в саундтреке? Он также хотел, чтобы звук казался немного надломленным, как и эти строения на концептах. Кроме того, некоторые звуки в саундтреке отдаленно напоминают хруст костей, выстрелы и удары. Для того, чтобы сделать все это, он нашел целую кучу самого разного аналогового оборудования. Это старые кассетные магнитофоны, гитарные педали и синтезаторы. Среди которых Мик Гордон особенно выделяет советский поливокс, которым было очень сложно пользоваться, ведь Мик не знает русский язык. Все это позволило ему создать своего рода звуковую визуализацию электричества. Энергии. Если вы еще не поняли, то я напомню вам сюжет Doom. Некая корпорация проводит на Марсе эксперименты и в результате этих экспериментов нечаянно открывает портал в ад. Оказывается, что ад это источник бесконечной и очень дешевой энергии, которую сотрудники корпорации начинают добывать. Но в какой-то момент все идет не так. Таким образом, саундтрек, который написал Мик, это не просто какая-то агрессивная, быстрая и тяжелая музычка, подходящая под игровой процесс. Это своего рода продолжение сюжета и нарратива. Мы слышим главный литмотив всей истории каждую секунду. Мы слышим энергию, из-за которой все это и началось. И это не считая всяких пасхалок для музыкальных гиков, вроде того, что в спектрограмме некоторых треков можно увидеть число зверя и насаженную на кол голову Джона Ромеро. Или фразы «Иисус любит тебя и их уже не спасти», которые можно услышать только при определенных манипуляциях с треками. Как понравится фанатам? Самый простой способ – это преемственность звука и мелодий. С этим не было никаких проблем, ведь у Doom огромное наследие. А Мик Гордон умеет относиться к таким вещам с должным уважением. Вот один из примеров. Он взял культовый рифф из первой части и 1М1. Но хотел сделать его еще жирнее, глубже, сильнее. Игра про демонов и ад? Ад типа внизу, под землей? Значит что? Мик будет играть этот риф в нижнем регистре. Но знаете, до ада как-то недотягивало. Это так скорее подземка. Мику нужно было сделать его еще ниже. Поэтому он взял девятиструнную гитару и попробовал сыграть на ней. Добавив несколько оригинальных нот. Но в игру попал риф, который Мик Гордон записал на синтезаторе. И пропустил через собственную систему. О которой мы будем говорить только в следующей части видео. Но почему бы не дать вам послушать результат уже сейчас. Да, отмечу, музыка в Doom это что-то совершенное. Чтобы придумать музыку, которую никто и никогда не слышал, нужно делать ее так, как никто и никогда не делал. Для Мика Гордона это означало отказаться от привычных для него средств и методов написания музыки. И пробовать нечто новое. Он взял белый шум, потом включал и выключал его в нужном ритме. Получилось это. Не очень впечатляет, но он добавил басы, накинул пару настроек в звуковом редакторе. И вот это уже превратилось во что-то прикольное. Это был первый шаг, отправная точка ко всему саундтреку. Моих знаний не хватает, чтобы понять уйму технических терминов, звуковиков и композиторов. А тем более, чтобы доступно объяснить это все вам. Но из того, что я понял, Мик вдохновился системой подключения трех микрофонов, которую использовали для записи песен Дэвида Боуи. Если кратко, то первый микрофон работал всегда. Второй ставили где-то позади. Он включался, когда Боуи начинал петь громче. А третий ставили у самой стены. И он включался только тогда, когда Дэвид срывался на крик. Таким образом создавался эффект динамической реверберации. Мик осовременил этот эффект. Создал сложную систему, массив из разных настроек для аудиосигнала. Пропустил через него звук и получил... Далее он стал пропускать через этот массив басы, а потом прогнал их через этот массив несколько раз и получил... Это настоящий звук, пульсирующий чистой энергии. В итоге он начал пропускать разные звуки и мелодии через этот массив. Подкручивая настройки то тут, то там, получая самые разные и очень крутые пульсирующие звуки. Единственный способ найти новое звучание, по признанию Мика Гордона, это изменить процесс разработки. Большинство композиторов работает по определенной методике. Они к ней привыкли, они создают крутые мелодии и композиции, но на выходе получаются стандартные саундтреки. Хорошие и зачастую великолепные. Но чтобы по-настоящему получить новый результат, нужно пойти по новому пути, изменить процесс. И только... Блин, это насколько вот гениальный человек может быть, камон. Серьезно. И тогда изменится результат. Композитор первого Doom, вышедшего в 93-м, Бобби Принц, при работе вдохновлялся такими группами, как Metallica, Slayer, Panthera, ACDC и Black Sabbath. Сложно было представить себе саундтрек Doom 2016-го без гитар. Но разработчики хотели, чтобы новая игра звучала иначе. Звук электрогитар определенным образом символизирует целый музыкальный жанр и даже целую музыкальную культуру. Но, как многие из вас догадались, обойтись без гитар – это именно то условие, которое не смог выполнить Мик Гордон. Но, видя дьявол, он старался. На самом деле, гитару в саундтреке действительно слышно не очень часто. Она скорее появляется, чтобы подчеркнуть жесть и придать и без того мощному и энергичному звуку суровости и тестостерона. Порой звук гитары так сильно искажали, что она и вовсе переставала звучать как гитара. Вот, например, звук, который записали на старый магнитофон со скоростью 30 дюймов пленки в секунду. А проиграли уже со скоростью 15 дюймов в секунду. Иными словами, замедлили в два раза, но аналоговыми средствами. Потом еще парочка манипуляций и в итоге получили. А когда ребята из Германии, которые занимаются аудиопрограммным обеспечением Zanaptic, обновили свой плагин Morph, Мик Гордон придумал еще один трюк. Работа плагина, если по-простому, брать какое-нибудь свойство одного аудиосигнала и интерпретировать его в другой. Такое, знаете, выборочное умное совмещение, смешивание двух разных характеристик звука. Мик написал небольшой гитарный риф и совместил его со звуковым эффектом бензопилы из оригинального Doom. И вот что получилось. Сейчас Мик Гордон, по всей видимости, заканчивает работу над Doom Eternal. И в трейлерах мы уже можем услышать хор, религиозные мотивы и, конечно же, то самое звучание, которое определило новый Doom. Не, саундтреки Doom это что-то отдельное вообще от всего. Это что-то реально невероятное. Здесь я прям полностью согласен. В особенности Doom Eternal, потому что я... У меня есть Doom Eternal. Я в него не так много поиграл, у меня просто компьютер до ужаса кипит на максималках. Но я насладился даже за пару часов игры в Doom просто атмосферой. В заключении я бы, конечно, мог перечислить огромное количество наград и титулов, которые Мик Гордон получил за работу над саундтреком, о котором шла речь в этом видео. Но спросите себя, когда Мик использовал одну из композиций на The Game Awards в 2016, вы бы хотели быть там? Стоять у сцены и качать головой в ритм музыки. Да. Не, ну это пиздец, это просто развал кабины. Друзья, спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось. Это видео не получилось бы таким подробным, если бы Мик Гордон не делился своими знаниями и опытом с интернетом и не описывал подробные с примерами аспекты своей работы над Doom. Обычно я больше времени уделяю рассказам о биографии героя и его творчестве на большом промежутке времени, а не зацикливаюсь лишь на одном проекте. Но тут я решил погрузить вас в рабочий процесс композитора. И работа Мика Гордона над Doom отлично для этого подходит. Надеюсь, у меня получилось. Смотрите другие видео из плейлиста «История одного человека», где я рассказываю о разных людях, которые... Ну, это я уже понял, это я уже понял. Вы повлияли на современную... Подписывайтесь на мою группу... Ну, по поводу Дума вообще. Вообще, прям это пушечка. Мне всегда, когда я слышу о Doom, я вспоминаю Тёрнл, вспоминаю эти саундтреки, и также одновременно я вспоминаю Дэл Майкрай. Тоже хочу отдать огромнейший низкий поклон тому, кто написал треки на третью часть... Именно на третью часть Дэл Макрая. Ну, и в частности, на четвёртую часть. Это просто божественно, потому что в Дэл Макрае я просто кайфовал. И также, когда я зашёл в Doom, это было что-то невероятное. Очень полный раскрытый звук и просто кайф. Просто кайф, тут даже не передать словами. Именно это те две самых игры для меня, которые я могу назвать именно с офигеннейшими саундтреками. И с жёстким мясом прям. Мясо прям, мясо прям. Вот. Именно вот в этом направлении. Описывающий просто жёсткое месиво. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok